Интеллектуальная элита. Названы имена лучших школьников в окружной интеллектуальной олимпиаде. Сильнейшим в ПФО по робототехнике стал Дмитрий Петров, ученик одной из новочебоксарских школ. Они говорят и двигаются, но под строгим контролем юного изобретателя. Ни дня Дима Петров не проводит без роботов. Тренировочное поле для калибровки и наладки – шорт-трек. Дисциплина старая. Лучший мировой рекорд установил скоростной робот. Димин сортировщик поставил рекорд на окружной интеллектуальной олимпиаде. За 32 секунды я приезжал. У второго места уже около 56 секунд. Я использовал немножко не те моторы, как и все, но тоже леговские, но и не только за счет этого, и за счет программы тоже. Программа дает. Бывают роботы с похожими решениями, но полностью идентичных не найти. Добавить что-то свое – это творческая часть. И по убеждениям Димы, не каждый программист сможет сходу справиться с роботом и настроить его на работу. Все сложно заключается в том, что робота нужно уметь отлаживать. Нужно смотреть, какие ошибки у робота есть, где он что-то не доворачивает, не докручивает. И в таком духе. Уметь настраивать коэффициенты. А чтобы настраивать коэффициенты, их нужно видеть, их нужно чувствовать просто. Не меньше часа каждый день он проводит за своим любимым делом. И так уже три года. Об этом знает его папа, с чьей легкой руки сын подхватил увлечение. Если есть необходимость сборки какого-то робота, подготовки к соревнованиям, то есть начинается работа над конструкцией, то это все в принципе в комнату Димы зайти достаточно страшно. Мама, по крайней мере, не заходит. Все в деталях засыпано, все деталями, потому что это все, скажем так, творческий хаос. Хобби Евгения Петрова переросло в преподавание. В 13-й Новочебоксарской школе он готовит к всероссийскому соревнованию команду младших школьников. По итогам регионального этапа лучшими изобретателями Чувашии стали Никита и Ульяна. Оба Петровы, однофамильцы. Хотя, может, и это как-то помогает наладить командную работу. Что там не так? Я, спирт. Место каждой детали нужно знать по памяти. Таковы требования. Это как с автоматом, чтобы разобрать и собрать даже вслепую. Никита собирает колеса, а я собираю угребления для контроля. Деталь бывает ось или палка. Мне нравится их искать, потому что у них разные размеры. Я узнаю их размер по кружочкам. Мне интересно собирать, потому что он клево ездит и собирает кубики. Три раза в неделю здесь собираются любители поконструировать. И если несколько лет назад желающих было совсем мало, сейчас на занятия приходят с огромным желанием и горящими глазами. Что может робот? Как думаете, что может робот? Это красота. Ну, почти правильно, угадала. Не кровавые? Нет, это глаза. Получается, при помощи этого датчика робот может определить расстояние до объектов. На начальном этапе детей приходит достаточно много. Буквально через месяц-полтора-два максимум. Их остается ровно наполовину, как минимум меньше. И только из этих детей потом постепенно вырастают наши маленькие чемпионы. Тут все просто, уверяет Евгений Петров. Просто сказать себе – это возможно. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова